Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Большой тест-драйв» Бывшее употребление «Мужчина элегантный» интересен нам с двух позиций Стой! Покажи! Червь! Не убей, червя! А хочешь, мы сделаем двоих? И они расползутся, брат В разные стороны? Точно! Короче, парни, во-первых, мужчина купил тачку за 250 тысяч рублей Пять лет назад? Вот такую! А во-вторых, она стоит столько же сейчас, но самое главное, что это СААП Мы с Иванычем, когда только начинали делать наши, так сказать, зарисовки про автомобили Я это так называю Застали еще официальные продажи в стране 9.3 СААБа 9 Как сейчас, помните, был желтый автомобиль В котором был достаточно тесно этот 9.5 Вот, и после этого марка была в 2008 году, да, по-моему, в 2009-2008 Убита Не-не-не, попозже, они еще в 10-м производили Барахтались, 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 в итоге марку убили Наши специалисты говорили, что давайте-ка, Джем, продайте нам СААП Были же такие разговоры, да? Сам бренд Да, продайте и бренд, и завод России Но эти пидорасы, значит, они лучше вообще в землю зароют, чем русским что-то отдадут Вы про шведов сейчас Да, и теперь у Швеции только один бренд Это Вольво, да, ну а что касается СААБа То вот, любите жаловать, прошу, как вас зовут, мужчина прекрасный? Денис Сколько лет, Денису? 30 30? Здорово Помотала тебя жизнь А, Денис похож на двоюродного брата Давидыча Да, Денисыч, значит, что за любовь к СААБу, брат, объясни вам Объясни нам, да, и нашим зрителям Чисто в теории, почему СААБ это круто? Ну, я к нему пришел, просто у меня был промежуток в жизни, когда нужен был автомобиль, было мало денег Я взял за 100 тысяч СААБ 9 тысяч 9 тысяч Это какого года было? Да, да, это 92-го года Это предыдущая модель, которую сменил как раз Да, 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 на смену я пришел 95-й, я его купил, он был, естественно, уставший, старый Вот, и как-то у меня вот полюбилась к нему Старая машина, но кожаный салон Старая машина, но кожаный салон, так и жена должна быть Старая, но тоже кожаная С хорошим кожаным салоном С хорошим кожаным бампером Ребят, итак, 95-98-го года, правильно? Ну, давай, брат, расскажи, значит, во-первых, иди сюда Давайте посмотрим на то, как тачка выглядит Где она гниет, давай Значит, потому что машине... Это самый главный вопрос, который волнует человека, который покупает тачку 98-го года Сам здесь отрезалась болгаркой и восстановился металл Ну, хорошо гниет в целом? Ну, она гниет умеренно, то есть, не сказать, как... Не как волга Перед нашей программой, скажи, честно только туда, вот людям, лонжероны гниют на... На нем нет Почему? Ну, там достаточно высоко от земли Часто на них там бывают, к примеру, какие-то масла Лично вот у меня, к примеру Масла Хорошо, так, так, давай, крышка багажника Ну-ка, открой-ка Давай посмотрим, что это там Ребят, вообще, на самом деле, видите, да, здесь у нас двойной логотип Сапскания Скания-то тоже... О, елки-палки, ты подними эту крышку багажника Что-то закрылось Да, не, не закрылось Слушайте, ну она, парни, реально килограмм, ну, 30-40 по ощущениям Опаньки, брат, у тебя сменная обувь, как у девочек Они тоже возят с собой каблучище Не похоже... Забрал из ремонта просто Не похоже, что... Забрал из ремонта! Стоп, минуточку, перебивка Новая рубрика, значит, ремонтируем вещи, брат Я в последний раз слышал, что вещи ремонтировали, бабушка моя что-то носила, по-моему, зубы ремонтирует Вы просто хорошо живете Это легендарные, достаточно такие, хорошие ботинки А что у них случилось в легендарных? Ну, у них есть вот это вот, это эко-трек, вот у них вот эта часть, она начала отставать от общей кожи и немножко ходить Просто новую строчку восстановили А у тебя такие же на тебе? Да, да, я только в таких И почему новую строчку сделать? За это взяли что-то 1000 рублей Тысячу рублей, а новая пара? Ну, сейчас их сложно купить, ну, в районе, я думаю, 15 тысяч 15 тысяч, был у нас один с автопяткой в Шузах за 22 Значит, на себя обращают внимание исключительно, да, для американской версии вот эта возможность открыть крышку багажника изнутри И здесь у нас Подключен А, он подключен, я думал, это просто-то вытащил Не надо дергать ничего Значит, ну что, багажник большой, удобная зона погрузки Ножки засуньте, пожалуйста О, а что здесь еще? Это еще один чейнджер с МП3 на 10 дисков То есть, вот, два чейнджера работают одновременно Ничего себе Береги ноги, Сеня Не, не, не Ну, давай, давай, все, давай Просто может упасть Да и хорошо Да и хорошо, брат Да, амортизаторы специально не меняю, чтобы он сам закрывался, потому что иначе приходится на него давить сверху Я на него новый Женщина не вылезет, да, из него? Нет, женщина не вылезет, но когда закрывается крышка багажника Есть полное ощущение того, что тебя похоронили Вообще, просто никаких звуков Сеня, еще раз обрати внимание Очень тяжеловесное Посмотрите, в идеальном состоянии находятся сами крепления Зона крепления Вот здесь может быть, да? Здесь хорошо вот так Хотя нет, даже никакой же Хорошо пальцы отрубать, так круто представляешь Да, и пытать человека Задний диван Присядьте Кожа Значит, двухцветное исполнение Брат, а почему для тебя важно, чтобы была кожа? Ну, приятный материал Ты, смотри, любишь кожу, да? Да Хорошо Значит, что у нас здесь есть? Ну, посмотрите Я сейчас за нашим Подогрев заднего дивана есть? Да Где? Где? На центральной консоли А, есть, слушайте, есть кнопка Только одна почему-то, брат А потому что она целиком работает Просто сразу весь греет Хотя сделали там как бы Класс Значит, стеклоподъемники у нас здесь Понятное дело, что все соответствует духу Там, не знаю, конца 80-х, начала 2000-х Но в целом, слушайте Открывай движок Подожди, подожди Дерни Сень, еще раз Не всякая модель Волгского автомобильного завода Сошедшая с конвейера сегодня 70 лет назад И 70 лет назад закрывается так же круто А багажчик, то есть капотик И очень тяжеловесные двери Ну, по крайней мере, передние Короче, тачка вся сделана как будто бы из одного большого куска железа Ну, пока продолжай философскую О, ничего себе Значит, ребят, главное отличие бензиновых моторов Саба, это то, что они практически все турбовые, правильно? Ну, 9,5 их, к примеру, вообще не было Без турбин 9 тысяч были Очень трудно найти дизельный мотор, правильно? Да, очень редко Вот, ну и конкретно у нас здесь 2,3 турбу Ну, сколько ест сейчас? Значит, по городу с пробками вместе ест примерно 12 12? Да, да, да Ну, если не стоять постоянно А когда в Брянск едешь на хату? Да, значит, по трассе он ест 7-8 7-8? Ну, 8, это можно ехать 120, примерно С такой скоростью это будет расходовательной Так, у тебя здесь ключ завалялся Да, вот такая привычка иметь ключ, который можно скинуть клемму Ну, да, да А что, горели? Ну, здесь пока что нет А аккумулятор менял? Да, менял не раз Не раз? Сколько сейчас стоит вот для него аккумулятор? Когда здесь, 55-й здесь? Сейчас он стоит Перед зимой зарядите аккумулятор Серега разбирается в аккумуляторах 7,4 ампф, 7,4 Слушай, ну Я думаю, рублей 6, например Главный вопрос, который волнует С учетом того, что тачка официально не производится Завод закрыт Что с запчастями с оригинальными? Да, что? Почти все есть детали в наличии Ну, почем? Вот, например, на примере Че последнее менял? Ну, к примеру, колодки оригинальные передние будут стоить примерно Ну, не оригинальные, а Текстар Это та фирма, которая фасует в оригинальной коробке колодки Они будут стоить примерно, я думаю, тысячи три с половиной Что-то вроде этого А поменять? Я так не вижу, сам меняю Поэтому даже не знаю Сам меняешь? Да Какой молодец У тебя яма есть? Да, для этого не нужна яма А, у Сереги для всего нужна яма И для того, чтобы сменить колодки И для того, чтобы спросить нужду Сынок, мы работаем на яме Я понимаю Да, фары Это новые уже, да, какие-то? Нет, они старые Они, видно, здесь как раз затерты Именно вот этими дворниками Слушай, ведь охеренная система, правильно? Да, она эффективная То, что они говорят, что этот опрыскиватель сраный Заменяет дворник, да не в жизнь, правильно? Ну да Здесь же еще и капает, правильно? Да, да, он поливает Хорошо, самое слабое место этих автомобилей На что стоит обращать внимание Если вдруг кто-то из наших подписчиков Решится приобрести Захочет 200 штук вложить Круто Да, в СААП Честно скажу, когда он старый Здесь много слабых мест И все они будут периодически выходить из строя Потому что у них просто есть свой ресурс Который с годами, естественно Ну что точно, вот ты поменял Точно я поменял Сколько? Я ГУР, ГУР менял Насос ГУРа Потому что он зашумел Вот, я его уже два раза менял Потому что я покупал будешь на разборке И как бы такой его ставил И добил Более-менее Да, да, добивая их периодически ГУР, так ГУР, помпу менял Помпу, я думаю, придется Записывайте ГУР, помпа Если им владеть, не полгода И не продавать А, то есть, там, пожи с ним хотя бы пару лет Он, конечно, да Помпу, скорее всего, выйти в строю А так, я просто многие запчасти меняю До того, как они сломаются А откуда ты знаешь, что менять-то? Ну, они же у всех поломокийские там предвестники Как у него дела с электроникой Вообще Электронный блок Учитывая возраст Отличная, отличная электрика Ничего, да? Ну, ничего такого Ну, и тачка собиралась в Швеции, да? Да, на Швеции То есть, это конкретно швецкий автор Есть такое мнение у всех саберов Кто в теме Вот, есть эта кассета зажигания Наверное, даже о них Слышал Вот И как бы тут меньше Она должна у каждого уважающего себя сабера Быть в наличии такая дополнительная кассета Чтобы ее можно было заменить Брат, погоди, я вот слышал, что есть саби-кассета зажигания Чего надо делать? Да Ну что, если она просто сломалась Чего у меня никогда не было Из трех сабов То есть, без нее он умирает? Нет, это катушки зажигания Которые вот в единый такой блок Сколько она эта штука стоит? 20 тысяч 20 тысяч? И ты ее таскаешь с собой? Нет Почему? Ну, у меня есть такие кассеты еще Запас там парочка лежит Но я не хочу сабов Ну, это отличительная особенность, да? Конкретно сабов, если мы говорим, да Ну, в то время, да, сейчас я где-то еще встречаю такие решения Технологические, да, именно? По подвеске? Очень-очень, ну, очень крепкие Живые? Ну, тут есть какие-то погрешности Но, в целом, я ее менял как раз, когда купил машину Я там ничего особо не делал Так, ну все, давайте с интерьером познакомься Сколько ты, как минимум, одна сенсация Сколько ты ввалил в эту штуку После того, как за 250 ты ее купил? Еще? Ну, за вот эти 5 лет, я думаю, 1300 там точно Еще 1300 А если будешь продавать сегодня, то сколько? Попросят Сколько я за него попрошу? Нет, да Сколько Рыночная стоимость примерно 1200-250 Сеня, Сеня, это твоя машина, брат Ты давно хочешь тачку Закрывать сатуру Просто кидать? Да Кидать не получится, можно ехать так О, класс! Вот это зруб Ну, пройдемте в интерьер Так, парни, когда я засунулся сюда внутрь Я просто упал вот в этот прекрасный кожаный диван В принципе, тачка, в которой не хочется ехать даже Просто сидеть Офигенно в диване в этом И за рулем места достаточно Потому что когда у нас была 9.3 Последняя вот легальная вот эта вот машина То там, конечно, было очень тесно Не то, что сзади Не, ну, понятное дело, что там и другой модельный ряд И, ну, другой сам по себе автомобиль с точки зрения Ну, я имею в виду, вот впечатления от САБа Оставались, что все Класса! Это, в принципе, тесная машина, да А здесь все, так сказать, более Все на своих местах, ребят Достаточно количества Ну, как на своих? Вот не на своих Вот, посмотри Первая сень, покажи Самая Первая сенсация, если про интерьер говорим Дай ключ, брат Эргономические изыски шведские Ключ Во-первых, ключ выглядит круто Ключ Давайте, ключ Отлично И ключ-ручка Ключ Вставь ключ-ручку Не, больше похоже на ключ-штопор Так Ключ И замок зажигания вот здесь находится И вот так вот А как теперь дальше? Как обычно Класс А почему здесь? Ну, во-первых, для чего это было сделано? Тут здесь коробка механическая на нем Да И, значит, ключ вынуть нельзя, пока не включится задняя передача Ну, это сделано для того, в общем, только есть автоматическая блокировка То есть блокировка, то есть в целях безопасности Она фиксируется, что там специально Короче, парни, вам не нужно будет покупать Ну, во всяком случае А это одновременно ключи механические мобилатели Класс Класс Слушайте, ну, это же, надо же, получается, было ВАЗу купить 9-5 правильно И на все десятки установить Что за ВАЗа, брат? На ВАЗ, на ВАЗ, ага, да Значит, давай, брат Это первое откровение Значит, второе, второе откровение Второе USB Это, собственно, разработка уже я не пользуюсь Ты впаял в такую крышку USB? Да, да, я просто вырезал Нет, ну, второе откровение Это шильдик Харман Карден Мы спросили, это просто наклейка, купленная на Митинском радиорынке Нам сказали, нет, здесь оригинальный Харман Карден, парни Да, здесь оригинальный 9 динамиков То есть вот ты вот этот блок купил? Ну, Харман Карден, вообще, он не заключен в этом блоке Это просто монитор, вся система установлена в багажнике А система какого года? Вот эта система 2002 года Она САБовская? Оригинальная, да, конечно То есть, а ей комплектовались машины? Ну, там ключи просто Порадуй нас Есть этот усилитель Заведемся Секунду Скорости Он работает не очень тихо, потому что двигатель, конечно, там уже Так, покажи Теперь понятно Вау Ничего себе, парень Вау Вот это дизайн Слушай, а звук-то Ты любишь тоже? Звук, звук, звук Чуваки Звучит, как настоящий, хороший Харман Карден Класс Несмотря на возраст Радио А какие-то телевизоры нету? Телевизора здесь нет Ну, здесь есть навигация Навигация? Как навигация, подожди Но шведская Не русская А загружается софт Есть карта Не выключайте Здесь есть карта Питера Силу Да, и Москву И Москву Да Сейчас посмотрим, как выглядит карта Это 2002 год Да Ну, карта, скорее всего, она там обновленная, насколько это было возможно Слушай, а сама это голова-то чья? Это Кенвуд Это Кенвуд, да А Гарман Карден, что это звук? Гарман Карден, это именно динамик и усилитель Так, давай, минус где у нас? Минус, минус Отъедем, посмотрим на планету сверху Вау Москва 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 Причем здесь умельцы делали Это наши, что ли? Да, наши ребята Так Давигация будет висеть То есть какие-то даже есть подсказки на русском языке Но, к сожалению, интерфейс, он не переведен на русский язык Но я даже пользовался ей пару раз, когда у меня садился телефон Не мог его зарядить Так, давайте из космоса посмотрим Да, вот Точно мы в той точке находимся Планета Земля Покажи, Сень Видите, где они? Африка Думают, что находится Россия Раша 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 А что это около нас-то вот вообще? Вот они А, так они все, вот это все и есть Раша Стоп, подождите Ну, это часть России, которая загружена То есть вы хотите сказать, что это, условно говоря, головное устройство Выпущенное где-то в начале 2000-х Я правильно? Со второго С тачскрин дисплеем Ты понял, что? Причем мульти-тач же Ты же двигаешь Нет, я двигаю именно, задерживаю палец в одном месте Это резистивный экран обычный Какой? Ну, резистивный, когда двигаешься на старых КПК Класс, Архангельская область Вот Так, ну, желтый Слушайте, ну, желтый цвет, который привычен для всех автомобилей, которые выпускались с концерном GM, наверное, да Ничего себе Так, ну, блок приборов очень простой Посмотри, Сень, покажи Руль настоящий, шведский Такое ощущение, что он сделал на том же заводе, что и руль компании Volvo Да Вообще, в целом, архитектура очень напоминает Здесь мы с Сеней согласны И КС-90, и, да, наверное, и КС-70 Ну, 90 Ну, 90, наверное, скорее всего, 90 Я хотел сказать, что именно привлекает к вопросу именно в Саабе Это именно материалы, которыми здесь Дорогие, да Да, то есть натуральная кожа, это натуральное дерево А руль какой-то не потертый, брат Ну, я имею в виду, я имею в виду кожу А, сколько стоит перетянуть? Ну, я это сам делал Да, опять, опять сам А ботинки сшить отдаешь Странно Это, кстати, натуральный шпон Шпон? Да, то есть в каждом Саабе будет уникальный немножко рисунок отличаться Так Вот, соответственно, двери, все кожа, везде натурально Офигеть, ну-ка, еще раз Класс Вот циркачика Хорошая марка Слушай, ну, а ты как узнавал, чего они сдохли-то, почему? Ну, что-то у них с маркетинга, видимо, не получилось И не смогли его как-то проэкломировать Вообще-то, на самом деле, это компания где-то в 30-е годы Появилась Начинали с самолета Да, да, у них была тема такая Что, типа, у них какая-то особенная аэродинамика Я думаю Ну, были какие-то испытания при конструировании там всех моделей Там, 5-ти аэродинговых Ну, старые, которые вот были такие Они громоздкие, 9-ти тысячные Я, кстати говоря, даже летал на самолете Сааб Ну, они даже и сейчас есть где-то в коронах используются Смотри, смотри, класс, как в самолете этот, смотри Не, брат, это как в десятке Жигули Ну, на самом деле, она качественная, она металлическая Внутри, если разобрать, там специальная стоит махрушка, которая полирует постоянно Это лупа Чё, серьёзно? Серьёзно Офигеть Это лупа, сынок Вот это, посмотрите, какое В принципе, если ты женщине говоришь, она тебе говорит Дорогой, я не поняла, а ты так наводишь специально Вот здесь, ты куда вышел-то? Я не вышел, я просто слушаю Да ничего не слышно, всё нормально Ну, двигатель не очень тихо, конечно, работает Также память кресел есть Класс Здесь кресло не самое навороченное Потому что вот в этих заглушках как раз должны находиться кнопки регулировки Их на вентиляции сиденья Здесь этого пока что нет А подогрев есть? Подогрев, конечно, есть Ну что, нам надо проехать, правильно? Нам надо проехать Двухзонный климат-контроль Да Да, всё это работает Вот эта функция есть на этой панели, которая как раз СААП рекламировала, что это функция, которая гасит приборы Остаётся, вот в темноте будет хорошо видно, у нас будет гореть только круг спидометра Самое смешное, что выключаются и показания бензина, они не просто... Но, если они подают критические отметки, он их подсветит и покажет Класс Так же есть температура и двигателя Моя панель, ёмана Не, ну выглядит всё очень и очень достойно, даже для... Так же здесь, Сергей, вот есть такие как в Туреге Хотя, скорее всего, как в СААБе, потому что в СААБе это было раньше Ну да Короче, немцы убили, мать его, получается, марку, правильно? Почему немцы? Америкосы, это была же GM-оскрыва Не, ну я имею в виду массовое появление моделей новых И постоянная смена, потому что, на самом деле, я так понимаю, главная претензия была, да, к тому, что 9.3, 9.5, правильно? И в кузове универсал, и универсал, ну... Да, в последний год они выпустили на американском рынке СААБ 9.4 И всё Ну понимаешь, да, то есть, да, кстати, 9.4 кроссовик, ну, проблема была, очень маленький модельный ряд Невозможно было конкурировать уже с круглым И редко обновляем И редко обновляем В общем, ну что, давайте проедемся Да, давайте И расскажем вам о своих ощущениях от того, как эта тачка едет Ну что, с богом Легендарный 9.5, товарища Немножко такая упругое сцепление, да, оно регулируется, или такое всегда? Нет, у меня всегда такое Потому что сцепление не похоже на машину в 18-ти литра Такое ощущение, что такая, молодая упругая наша вот грудь Берешь как раз соцепление Молодая упругая грудь На самом деле, я помню, серый Салон СААБовский был в свое время расположен В комплексе зданий, в котором сегодня находятся где-то в районе Лобачевского Как раз автосалон Ягуар Лендровер Да Да, и я помню, мы с тобой туда ездили, смотрели Как раз, когда новый, по-моему, последний вот 9.5 появился или 9.3 И вот мы все присматривались Там как раз автосалон GM был Как он проходит полицейский? Лежачих Лежачих Как? Я его очень берегу, останавливаюсь Сережа береги И практически уже Янг Тайминг Переезжу в режиме такого пенсионера Ну, он их нормально, можно и побыстрее проехать Абсолютно нормально Потише, потише, потише Не, 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 там просто чувствуется, что... Да Все, с ним ничего не случится То есть, у него все не отвалится, да Хорошо Это вам не этот У тебя были на дороге случаи, что ты не мог ехать? Эвакватор или... Что-то случалось такое? Нет, случалось, но с эвакватором на нем я не есть Были какие-то проблемы, рвался какой-то пахнет Скажи, пожалуйста, подстукивают переднюю подвеску немножко Там втулки стабилизатора, они чуть-чуть подуставшие Но я их просто у меняю, пока что ждут, там, в самом деле Вместе еще с чем-нибудь Скажи, пожалуйста, какое количество сабоводов, я не знаю, в стране Ну, так, приблизительно, наверняка же клуб какой-то, форум есть Да, есть клуб Я, правда, не знаю, как вы считаете это количество Ну, там несколько тысяч, это или десятки тысяч Да, сотни тысяч Я считаю, в нашей стране есть одна машина, СААП Ну, говори Ну, я не знаю, наверное, десятки тысяч Правда? То есть они в России доживают, да? Свои последние Ну, он же не был таким настолько массовым Это же не Фюндайс оляет Вот, молодец Кинул камень в огород Нет, я, конечно, не стоил, но он все-таки не стоил Другие деньги на устранение С бюджетными автомобилями Поэтому... Ну, и все-таки он, я думаю, и фирма-то погибла из-за того, что они смогли его как-то популяризировать Для большинства Чувствуете себя шведским пенсионером, Сергей? Да, я им чувствую всегда Но не шведским Но вы же любите шведские автомобили Чем отличаются от того же Вольво? Ну-ка, вы знаток шведского автопрома Скажите нашим зрителям Здесь посадка низкая В отличие от Вольво, согласен Привычка задирать кресло, да? И руль все-таки здесь Больше спорта, в общем, да? Ну, какого спорта? Вот такого, не знаю, какого Однорубного Нет, ну почему же? Вот, проехал Проехал Поршу, в котором успели украсть только одну фару У моего брата Рэг, там, у него три раза уже открали Это фары последний раз ломали крылья Скажи, пожалуйста, ну вот, связано это с волнами кризиса Ну, то есть, кризис и начинают дергать фары Ну, до их, до кризиса у него дергали Или до кризиса А сколько стоит заменить? Ну, он покупает их всегда, находит на, там, барахолке на какой-нибудь Раньше стоило примерно, там, 15 тысяч, раз, 15-20 Это будет две бушные фары Возможно, какие же хлопок ради Его же Запросто можно А вы не помните, как у меня дернули магнитолу в Митина из десятки? Я пришел на Митинский радиорынг А магнитола такая одна была в стране И смотрю, лежит морда Ну, имеется в виду, не магнитолу дернули, а морду Панель Ничего, нормально, пришлось выкупить за 10 тысяч рублей Причем, я говорю, чувак, это моя морда Он говорит, вообще ничего не знаю, эксклюзив Вот, вообще, просто В единственном месте можешь найти Рокфорд Фастгейт была такая музыка в десятке Да Ну, что еще-то скажет И как в семейном плане-то состоялся бы? Да, да, состоялся, женат Молодец Жена, о чем ездит? Жена пока ни на чем не ездит Справа Ну, она вот сейчас дает на правую Скажи, а на чем мы будем есть? Скажи, пожалуйста А вот этот кант вокруг кнопки аварии Это вот так, как колхоз мне присутствует Я сам сделал Круто Круто Нам нравится Так должно здесь быть пластиковое колечко Да Оно просто периодически ломается Эта кнопка, в принципе, считается таким ходовым товаром Кстати, если вернуться Вопрос о ходовом товаре Ну, а ходовом каких-то запчастях, которые можно менять Вот тут ломается обычно пластиковый кант Как только нажимаешь Какой-то из этих раз, да, она сломается То есть в этом машине не едят вежливые люди Они не мигают Нет, они мигают Как раз у меня едите наторически Поэтому уже можно мигать Слушайте, люк есть, да? Да, люк, два положения у него подкласса Шторочка, шторочка Механическая Да, ничего страшного Так же там вот эти два низкой частотника на задней полке У них так же присутствует Харман Кагн Вот это я Музыка, вот еще раз повторюсь Ребята, очень-очень достойно звучит для автомобиля Вообще для автомобиля очень настрой Да, нет, ну Харман Кагн ставит хорошее Ну, а ты скажи, брат Философски-то все-таки Вот ты в этой тачке, у тебя есть торы, да, еще? Нет, это у моего брата У твоего брата Ну, ты ездишь на разных машинах Вот САП, он ментально Чем отличается? Чего за машина? Ментально? Ну, достаточно, мне кажется, она спокойная Машина таких культурных, я думаю, интеллигентных людей Ну, мне так кажется, да, вот я почему-то так и воспринимаю Вот Как она себя зимой ведет? Отлично Никаких, я имею в виду, передний привод Да, отлично, как любой электроник у нее есть, который помогает У этой нет ESP, потому что старая модель Да, старая Первые годы выпуска Так здесь есть ESP Скажи, пожалуйста, а запчасти от Vectra В той или иной степени? Говорят, что это можно Но в целом нет В целом нет Но джем использовал, да, эту платформу, да, условно говоря Там, ну, общая она была для джема Они сделали, но я не знаю, в каком там она То есть, так, вместе похоже, да Ну, вроде говоря, что по подвеске, да, там есть какие-то способ Ну, неплохо мотор А, слушай, ну, а турбина-то, что с этим? Насколько живучая-то? Вот, значит, турбину я его купил, проехал где-то 150 тысяч турбины А может быть, не хотел бы поставить турботаймер, брат? Нет, 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 почему? У нас, кстати, говорят Турботаймер, а в нем просто Адометр и в честь Если я на нем дали Даже если я на нем утажгу Я просто дай ему поработать Перед выключением, там, пару минут И все, я понимаю, для чего это турботаймер Мне это бесполезный вид Ты сам можешь выступить В роли турботаймера Не, ну, не вносить изменения в штатную электрику Ну, смотри, Иваныч, у меня такое ощущение, что Когда, вот, например, люди в последние годы рисовали портрет Вольво, да Они немножко путали его именно с САБом Потому что как раз, если говорить о Мерседесе Да, помните, есть такое выражение Скандинавский Мерседес Про Вольво Мне кажется, что это вот как раз САБ По подвеске и по всему А Вольво все-таки более, ну, такой народный, что ли, да Более дешевый с точки зрения материалов И массовый Ну, и массовый автомобиль Да, САБ, наверное, соглашусь, Серега Наверное, все-таки ближе к немцам именно САБ был А что, тоже самолеты делали Как и в свое время к авиастроению Имело отношение к БМВ, правильно? Правильно Так, ты не там чайков, да? Не, а торможу Не, ну, приятная машина, действительно И даже вот как-то даже приятно, что 250 тысяч, да? Как 250? 450 Я про пробег Грубо говоря, как бы цена была входного билета А дальше все зависит Все равно так дешево и пользоваться хорошо Все равно придется складывать что-то делать Вот этот салон тоже тут у меня нет особо никаких погрешностей Он, в принципе, станет Не трещит, не скрипит Не, 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 ну, восточность Вот, никаких порезов, сколов, ничего нет Поэтому я эти все, если где-то что-то ломается Меняю, если требует положения финансов В общем, ребят, вы просили у нас сад Вот, пожалуйста, получите То есть, ты мог бы своей жене как зовут супругу? Настеньки Настеньки Купить, например, сапоги за эти деньги, да? В сумме В сумме Одну пару, две Одну, две Хорошо, две Нет, а два сапога И еще один сапог Вликрем В автомобиле Возможно, тоже будет у нее сад Потому что она Присо разделяет на любых автомобилей Но 9-3 Может 9-3 Просто 9-5 Мне удобно Что я его знаю Я его ремонтирую Мне удобно У меня много запчастей различных есть Слушайте, отличная шумоизоляция На самом деле Вот, если мы не говорим про звук двигателя А про звук улицы, да Идеально Также здесь атермальные стекла Везде стоят Да что, знаешь Там, где-нибудь Надо ехать Атермальные стекла Ну, то есть, они преломляют что-то Какое-то Ну, тепло, возможно, не дают Продолжение Чтобы не на салон Так не нагревался Да, да У меня была раньше тренировка Да, да, да Задняя часть Но я эти все снял Чтобы так у меня был облик Потому что для автомобиля В таких годах Все-таки лучший тюнинг Это состояние близкое А у стокового Да, аутентично Потому что все равно Это круто выглядит Скорее всего не будет А если он будет более-менее похож на то, что было изначально Ну, а может быть, ты хотела там антикрыло поставить за Да, да Есть, она есть оригинальная текла И я их дать Сколько стоит? Крыло? Ну, около 10 тысяч Оригинальный бушный Остановитесь, Сергей, за перекрышку Хорошо За каким? А вот за этим вот сейчас переедете Он выгоняет здесь за руля Я никогда не был за рулем САПа Видел только в салоне Мы с вами точно вместе приезжали Сто процентов Присматривались Так, прошу вас выйти вон Так Ну, слушайте Автомобиль Хорошая посадка Низкая Ну, практически спорта А-ля там BMW, Mercedes Не будете пачкать вы Брюки свои При выходе с салона Он хотел сказать Не будете пачкать брюки В принципе, если у меня задней пружины Амортизаторы Он станет жопой Немножко повыше Торокальный Держу наука Опы Очень интересно Смотри, как Кнопка открывания багажника И кнопка открывания лючка бензобака Вот здесь вынесены на дверь на переднюю Класс Может, вы что Над башкой выигрывается Парни Вот первые Эргономических Это очень близко расположена Педаль газа и тормоза Это у вас просто очень широкие ноги Они отекли Придется подбирать обувь Отекли ноги у вас Может быть, согласен И тугое сцепление, правильно? Да Тугое Ну ничего, сейчас он войдет в колею И поедем Попчимся Хорошо Так вот Ничего Так на более свежих Не, ну такой же, как и любой Мерседес Я не знаю БМВ этих годов Все на очень приличном уровне Если мы говорим про материалы Про качество этих материалов Послушайте, что говорят Самый зазовый Унный человек, между прочим, говорит Что-то бухтит Ну, желтый цвет перекочевал Да, как я уже говорил На все автомобили джемовские Впоследствии Видите, вообще у них зеленый Я имею в виду Opel Если мы говорим про Opel Про Opel Ну, конечно Про Opel Подсветки зеленые Дисплей Слушайте, ну впечатляет Цифра в 486 тысяч километров Вам нравится так сидеть-то Как? Ну, вот как вы чертите Я бы хотел, конечно, немножко по-другому сесть Но не надо А, смотрите У нас электрическая регулировка Водительского кресла Поедем Секундочку Тяжелый автомобиль Рулится, стоит хорошо Как он, брат, в аварийной ситуации Переворачивание, падение с моста Сергей, это очень волнует Лучше все эти тесты Насколько я знаю Там были на хорошем высоком уровне Ужаса определял много Понимаешь, именно в безопасности Здесь, вот в этой комплектации Здесь, значит, подушка безопасности Пассажира и водителя А также в этих креслах И еще боковые подушки безопасности Достреливания В этих креслах? Да, да, в передних креслах Подушки безопасности Хорошо Вот, то есть А, еще у них система есть Что если при ударе Система Вот эти подголовники Они, вот сюда Они идут навстречу голове То есть Шея тебе сломает сзади Они должны, да Предотвратить Какие-то повреждения Шеи Приятно слышать Специалисты Брат, а правда, что говорят Когда вот, например Какая-нибудь тачка Сильно влетает в жопу То первым делом Несмотря на все Вот эти ухищрения Отказывают у человека почки Потому что Типа удар идет Сразу в почки Ребята Что за мрак? Точно, я тебе говорю Сразу Подспешное Я тебе говорю Это фразом отецкого Чист точно в дырочку Давайте в новое выражение 2016 года Здесь подстаканик Выезжает Подлокотники Вот он Да, вы Покажите, Сергей Выезжает И бардачок, естественно Если вот эту крышку Сверху открыть Там небольшой Какие-то вещи Вот Единственное Грамулечку Слушай, знаешь Единственное Но что Немножко напрягает Серый Обратил внимание Так Очень низкая линия Окна То есть Хотелось быть Учился Больше защищен Не-не-не Ну то есть Вот нам Так Мы сидим Вроде бы Низко Относительно Рулевой колонки А вот здесь Ну то есть Идеально Вообще Просто Для того Чтобы локоть Вытащить В окно А в этом Ну смотри Ну сейчас Уж не лето Красное Что вы Я понимаю И соответственно Такое ощущение Обычно Такое ощущение В кроссоверах Да Вот в больших Автомобилях И там Брат Стучит Заднее Колесо Что-то Тут Из резины Это резина Доезжает сезон И Поэтому Ну да Почем сейчас Резина На эту тачку Ну здесь У меня стоит 225 45 17 Я думаю Где-то Что-то 25 За 2 За 4 25 За 4 Ну я думаю Что-то Это какой Резин То будет Ну какую-то Я недавно Видел Ну что за Марка Не помню Давай Берем С шином Ну наверное Все-таки Рубли 30 Чтобы уже Нормально Точно Можно Ты вообще Кем Работаешь Я в айти Работаю Инженером Айтишник Компьютерщик Программист Да Не программист А кто Технарик А ты провода Цепляешь Тянешь их Целый день Молчит И вот наконец Есть возможность Выговориться Правильно Ребята А супругу Где встретил А супругу В интернете В интернете В интернете В период жизни Надо было Встретить В интернете Себе Спутника жизни А что за сайт Брат По-моему Это был Мамба Мамба Рулить Я же говорил Что там нормальные люди Я вот с первым человеком Встретился И все И убежал Восемь лет И она случайно Зашла Правильно Ну Так всегда Говорят Да А то тут Нам прислали Письмо на радио Пишет Мужик Говорит 33 года Тебе 32 Мне 30 30 А ему 33 Ну считай Погодки Так вот Пишет Говорит Представляешь Жена Говорит Воет Скучно жить Плачет Как ей было хорошо Работать в гоу-гоу Вот трагедия у человека А ты молодец Отстрелялся И все И молодец Восемь лет уже С одной женщиной Вот это дело Да Иваныч Да А ты все Удивляешься Как наши пенсионеры Друг с другом живут У них просто Не было мамбы В 47 Это хорошая шутка Так бы давно Свинтили Друг от друга Боюсь И нас не было бы Да И тема была бы мамба Вот Ну что Давайте скажем так Тачка Конечно Очень живая Правильно Не Ну Поражает Уровень Технологии Для автомобиля Который встал На конвейер В конце 90 Меня поражает Смотри Сеня Вот смотри Совершенно Не потертые Не юзанные кресла Ты что Перетягивал тоже Кресла То есть у них хорошая кожа Ну это я покупал То есть родные Здесь были другие Какие? Ну они были попроще Самой конструкции Это кресло От модели Аэро Которая была Именно мощная Самая Вот у них буковая поддержка А какого года Были кресла? Это по моему 2004 А то есть кресла На 6 лет моложе Но все равно Смотри Ничуть не потрескались Ничего Это настоящая натуральная кожа Которая чувствует Что это толстая Говорят у людей Эко кожа под жопой трещит На разрыве Короче Поешь Поешь Этой фасоли Раз И кресло В дыру Короче Давление Вот оно Натуральное дерево Парни Натуральная кожа Натуральный Да это не дерево Чучело Это шпорт Вот Но я имею ввиду Вот дерево Это ты дерево Натуральное Ручки Это хромированный металл Это не пластик Покрытый Это металл Кстати Слушай Брат Опасная только тема Здесь Мне вот умный человек Предупреждал Серега Вот в машинах Такого типа К сожалению Криминальная обстановка Это не позволяет сделать Но Видишь Ты не можешь Грубо говоря Выбраться Из тачки Поднять Ну это понятно Но ее может Например Огонь охватить Огонь охватить И вот ты сидишь Горишь И не можешь Никак выйти из машины Понимаешь Это Говоришь Вообще Также из особенностей Хочу показать Это три форсунки Которые омывают Три форсунки Отлично Вот они не веерного Типа Иваныч Ты спрашивал Что такое Трисом Вот это оно И трипл Пенетрейшн Трипл Ребенок Ребенок Хорошо Это детство Это прекрасно Ты когда папашкой станешь? Я уже папашка Ты папашка? Располнилось 29 Девушки Девушки Здесь лет Ну давай еще раз заход Погоди Как сына 10 лет А с женой 8 Это первый брат Как от первого брата А вот от второго когда? От второго Ну у моей жены Есть ребенок Поэтому А ну поэтому И достаточно Ну и правильно Слушай Какие молодцы Какие люди живут В нашей стране Какие такие Ну что хватит Сказали Нас хватит Слушайте А теперь Самая приятная тема Мы будем тебя Всяко-всяко Награждать Брат Мы тебя будем Награждать Ты как час Здесь меняешь масло? Ну стараюсь 1708 Молодец Хорошая цифра Средишь за автомобиль И за сколько Ты проезжаешь 7-8 обычно Ну так В среднем Ну я думаю Я в год меняю Раза 3 масла Три раза в год Ребята Класс Ну это примерно Горишь в семье Да Можно я секундочку Давайте Просто стоять на заднюю скорость И тогда дверь автоматически Откроется А так закрываются Они на скорости Больше 20 км в час Класс Выйдем Сеня Нам нужно сходить За маслом Да Дорогие друзья Внимательные зрители Рубрики Большой тест-драйв Бывшего употребления Видят вот эту Это не наклейка Ребята Это знак Знак качества Потому что наши друзья Компания Лукойл Смазочные материалы Занимаются Не какой-то фигней А реальным импортозамещением И они По новейшим технологиям На новейших производствах С одобрением Всех необходимых Комитетов Правильно Таких одобрений Около 300 Да Делают масло Причем Под каждый Фактически Тип двигателя И тип производителя Своё собственное масло Например У нас сейчас Армартек Ребят Хотите подобрать масло Конкретно для вашей модели Автомобиля Заходите на сайт Lookoil.defis.masla.ru Не смогли найти Необходимый Получается Да Вот этот индекс Для вашего автомобиля Необходимое масло Да Звоните Телефон горячей линии Найдете там Брат Вот тебе масло Спасибо Как раз Пять литров Пять литров Понимаешь Литр можно Толкнуть налево Литр можно выпить Да Значит и Мужчины Ты держи вот так вот Торжественно Держи Держи Хороший подарок Значит брат Я знаю Я знаю что Мурманчане на этих выходных Празднуют день города Сто лет В этом ручье В бывшего употребления Оставляйте заявки PR-собака Betadrive.ru Правильно А если вы хотите просто быть Бывшими в употреблении Напишите Рустамке Он организует Пока Бывшими в употреблении